Мега представляет Приказ ускорить разработку Комплекса Р-16 Чтобы к концу года выйти на летные испытания А уже к 62 Начать серийное производство ракет К установленному сроку Было понятно Догнать Америку для межконтинентальной Баллистической ракеты не проблема Ее дальность полета колебалась От 11 до 13 километров В зависимости от мощности головной части Но вот перегнать Перегнать термоядерное оружие Соединенных Штатов Р-16 еще не могла По времени приведения в боевую готовность Она уступала американским ракетам Но в гонке вооружения Никто не хотел быть вторым Через 10 лет Конструкторское бюро Представит на летные испытания Новую ракету Ей предстоит стать самой мощной И устрашающей ракетой в мире А потом превратиться в металлолом В 1944 году в Днепропетровске построили автомобильный завод Спустя 7 лет завод уже выпускал самосвалы, погрузчики, автокраны и даже приступил к проектированию автомобиля амфибии Но стать автогигантом у завода не получилось В 51 году по распоряжению Сталина предприятие превратилось в почтовый ящик 186 Секретный завод по производству баллистических ракет Сама идея создания этого ракетного завода Она историческая Я сейчас не буду говорить о том, что это была холодная война или не холодная война Реально порох всегда должен быть сухим Этот завод производил первые ракеты Которые разработал Сергей Павлович Королев в Москве Это как бы был серийный завод КБ Королева На нем изготовлялись первые ракеты Р-1, Р-2, а потом Р-5 В то время в подмосковном Калининграде Королев работал над созданием ракет Первые испытательные полеты Р-1 начались уже в 48-м Но производить их решили вдали от мозгового центра Главным конструктором серийного завода в Днепропетровске назначили молодого ученого Василия Будника Они с Королевым познакомились, по-моему, в Германии Где-то в 45-м или 46-м году В 46-м году Будник в декабре возвращается под Липки И назначается ведущим конструктором в отдел номер 3 СКБ-1 Этим отделом, руководя СКБ, этим же отделом руководил Сергей Павлович Королев Он Будник становится ведущим конструктором Это было время, когда каждый ученый спешил сказать свое слово в науке Сейчас сложно судить о взаимоотношениях Будника и Королева Но переезд в Днепропетровск открывал первому новые горизонты И возможность обойти самого Королева Чистолюбивый человек И он хотел быть главным конструктором КБ Когда его назначили в Днепропетровск Главным конструктором серийного КБ при заводе Он в список включил группу проектантов Королев, который должен был завизировать список на перевод Посмотрел этот список и всех проектантов вычеркнул Впервые Будник пошел против Королева Это было опасно очень Королев таких вещей не прощал Но он пошел к начальнику главка Министерства И тот восстановил всех людей, проектантов Последнее слово осталось за Будником На базе автомобильного завода Он и его люди начали создавать ракеты Королева В условиях полнейшей секретности Чем занимался завод номер 586 Оставалось загадкой даже для жителей Днепропетровска Так как мы все тогда были очень сильно секретные Ну и поэтому, значит, конечно, все вопросы задавались очень так, аккуратно Вот, приехав, я, значит, мне сказали Надо найти, значит, почтовый ящик такой-то Ну, кого я могу спросить? У милиционера так И тихонечко спрашивают Как вот мне попасть на почтовый ящик такой-то? А, так это автозавод Вот, садись на трамвай и езжай на автозавод Все совершеннолетние жители Засекреченных административно-территориальных образований Союза Давали подписку о неразглашении Ни своего места жительства Ни тем более места работы Впрочем, особо переживать о своей закрытости от внешнего мира Было некогда Нужно было строить ракеты Мы называли себя зазаборными, да, людьми Потому что, действительно, режим ограничивал общение и потребности В общем-то, не было большое общение вот с внешней средой непосредственно У нас подчинялись мы Москве Значит, потом Киеву, соответственно И как-то здесь И внутри забора, как мы говорим, да, действительно Были задачи И люди приезжали сюда решать эти задачи Работы на заводе не прекращались Ни днем, ни ночью И даже когда испытывали двигатель А он очень сильно шумел при испытании Говорили, что это трактора Тракторные двигатели испытывают Было и такое Через 50 лет Здесь еще раз вспомнят про тракторы И снова возьмут их на вооружение Только уже как средство борьбы Не с внешним врагом, а с бедностью А еще трамваи и троллейбусы К производству гражданской техники Еще вернутся после развала Советского Союза Но в то время заводу номер 586 Предстояло сказать абсолютно новое слово в ракетостроении Помимо спущенного сверху заказа на Р-1 В стенах засекреченного предприятия Зрело еще более секретное оружие О котором Королев ничего не знал Однажды на испытаниях Ракеты Р-1 Генерал Мрыкин Который принимал эту ракету Поглядел на поезд, который сопровождал Пуск ракеты На эти машины На подпитке Это маленький завод был на колесах И говорит ему Вася, ну ты посмотри Разве это оружие? Ты сделай нам настоящее оружие И Василий Сергеевич эта мысль глубоко запала Он знал про эти вот работы На высококипящих компонентах И вот он организовал проектный сектор По главе этого сектора поставил Единственного тогда кандидата в наук Николая Федоровича Герасютов И стал делать эту ракету Все лучшие силы бросал сюда Хотя очень сильно рисковал Очень сильно Неужели молодой, амбициозный ученый Будник Решил сделать вызов самому Королеву? Или поиски нового оружия Тоже входили в его секретную задачу На новом заводе? Есть еще одна такая загадка Которую я не могу разгадать Как получилось так, что все-таки Будник ввел разработку совершенно новой ракеты Принципиально отличаешься от всех тех ракет Которые делал Королев Принципиально Принципиально Во всем Ракеты Королева проектировались на жидком кислороде Это топливо прекрасно подходило для мгновенных запусков Но для тех задач, которые стояли перед ракетостроителями Оно никуда не годилось Эксплуатировать жидкий кислород Как боевой компонент невозможно Это не ракета Это не боевая ракета Это цыганский табор За который тащатся за ракетой Это заправщики и так далее Стоять может Буквально в течение только каких-то часов С подпиткой причем В 1954 году команда Будника представила военному ведомству Проект своей ракеты Она отличалась от королевских Р-1 Другими боевыми качествами Вместо кислорода использовали высококипящие компоненты топлива Это позволяло ракете быть в заправленном состоянии Более длительное время Для ракетостроения Для ракетостроения того времени Это был прорыв В Москве принимают решение Разделить завод и конструкторское бюро Это было рождение КБ Южное И казалось бы Вся слава должна достаться Василию Буднику Проект ракеты С дальностью полторы тысячи километров На высококипящих компонентах Был закончен Он был защищен в Москве Так И было принято решение О создании ОКБ 586 Это было Постановление вышло 10 апреля 1954 года Но в постановлении Ни слова не было О назначении Будника Главным конструктором Прошло месяц, два, три И в июле из Москвы Приходит распоряжение Назначить главным конструктором Нового бюро Михаила Янгеля Послужной список Этого ученого поражал Он окончил Московский авиационный институт И Академию авиационной промышленности Успел поработать конструктором На заводах Поликарпова и Микояна Разрабатывал И-153 И совершенствовал истребителей И-180 Координировал работу Самолетостроения В Министерстве авиапромышленности СССР В то время он руководил В Подмосковье НИИ-88 КБ Королева Входило составной частью В НИИ-88 И директор Главный инженер НИИ-88 Которым был Янгель Михаил Кузьмич Стоял на аэрофической лестнице Выше Королева Но Королев Никого не праздновал Он напрямую работал С министром Напрямую работал с ЦК Так Это не нравилось Янгелю Потому что он Человек был тоже Самолюбивый И считал, что порядок Надо уважать И у них возник Такой конфликт Непримиримый Этим конфликтом Занималась даже Порт-организация НИИ-88 Министр Устинов Понимал Что Их надо разделить Надо разделить Королева И Янгеля Но Королев В это время Уже был неприкасаемым А Янгель Проявил себя За эти годы За 4 года Работы Там НИИ-88 Как очень Грамотный Высококлассный Специалист Великолепный Организатор И Устинов Не хотел его терять Устинов Принимает решение Янгель Возглавит Новое Конструкторское Бюро 586 Устинов Понимал Что он Глубоко Обижает Будника Который Естественным Образом Должен быть Главным Конструктором Того КБ Который он Создавал Он Поговорил С Будником И он Сказал Василий Сергеевич Или я тебя Возвращу Королеву На то же место Где ты был Заместителем Королева Он был По конструкции Или ты Будешь Первым Заместителем Янгеля По Проектным Делам Будник подумал И согласился Остаться И он Стал Первым Заместителем Янгеля И в течение Многих лет Они работали Душа в душ В стране Образовалось Два ракетных Центра Королев в Калининграде Все больше Уходил В покорение Космоса Тогда как В Днепропетровске Ученым Предстояло Каждый день Вести Холодную Войну Янгель Ставил Перед собой Другую Задачу У него Цель Была Создать То Что потом Назвали Щит Родины Непробиваемый Щит Из ракет Такой Чтобы Америка Тогда это был Главный Наш конкурент Чтобы Она понимала Что если Она нападет На Советский Союз Ответный Удар Будет Неотвратим Однако Янгель Не хотел Выступать Инициатором Войны Он считал Что нужно Сделать Шахты В которых И разместить Новые Ракеты Ракеты Которые Нельзя Было Бы Поразить Даже При Ядерном Ударе Они Должны Были Служить Ответным Оружием А для Этих Ракет Для Боевых Ракет Нужны Были Такие Компоненты Которые могли бы стоять На стартовом Столе Позволять Ракете Стоять На стартовом Столе Без Подпитки И это Были Вот Несимметричный Диметил Гидрозин И азотный Тетрахсид Качественного Окислителя У них Удельная Тяга Была Существенно Ниже Примерно Процентов На 30 Ориентировал Сразу Всех Правительств И всех Что Ракета Будет Строится На высококипящих Компонентах То есть Ракета Длительного Хранения Ракета Должна Была Существенно Отличаться От всех Спроектированных Ранее Янгель Когда его Назначили Сюда Уже Тогда Понимал Что Главная Его Задача Это Не просто Доведение Ракеты 8А63 Эскизный Проект Который Был защищен Под руководством Будника У него Тогда Уже Было Было Понимание Того Что Необходимо Сделать Межконтинентальную Ракету На высококипящих Компонентах И в то время Даже Мысли Не было Что такая Ракета Может быть Без системы Радиоуправления Была Была Принята Идея Автономная Система Управления Для Ракет Средней Дальности И уже Первая Ракета Спроектированная В Днепропетровске Р-12 Она Имела Дальность 2000 Км Она Имела Автономную Систему И она Самое Главное Уже Могла Стоять Порядка 30 Суток В заправленном Состоянии Королевские Ракеты В заправленном Состоянии Стоять Не Могли Конструкторское Бюро Принялось За работу Команде Будника Присоединились Люди Янгеля Он Задал Мне Один Только Вопрос Поедешь За мной Поеду Михаил Кузьмич Да Ты Хоть Спросил Куда Михаил Кузьмич Я Поеду С вами В Любое В Любое Место Советского Союза Это Сверх Талантливые Люди Сверх Организаторы Они все Дружили Я думаю Что вот этот Период 51 61 Год Это Десятилетие Грандиозных Событий И грандиозных Свершений Значит Это как Научных Свершений Конструкторских Решений Технологических Решений Первое Что сделал Янгель Принял решение Увеличить Дальность Новой Ракеты Каждая Следующая Ракета В ряду Летела В два Раза Дальше Чем Предыдущая Дальность Р2 Была В два Раза Выше Чем Дальность Р1 Дальность Р5 Уже Была Порядка Тысячи Километров В два Раза Выше Дальности Р2 Предстоя Ракета 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 Не хотелось Менять Диаметр Ракеты А диаметр Ракеты 8,63 Которая Была Заложена Будником Он был Такой Как Р-5 1652 Миллиметра Почему Зачем Для того Чтобы Снастка На заводе Была Не переделывать Так И когда Начнет Серийное Производство Этой Ракеты Чтобы Завод Был Готов Ее Делать Без Затруднений Янгель Принимает Решение Оставить Этот Диаметр Но Удлинить Ракету Чтобы Увеличить Объем Баков И залить Туда Необходимое Количество Компонентов Топлива Для достижения Дальности 2000 Километров Но тогда Получалось Что ракета Очень Стала Длинной Длинной Когда Королев увидел На полигоне Эту ракету Глянул Говорит А что это за Карандаш Такой Этот Карандаш После старта Сразу Сломается Надо было Сохранить Прочность И устойчивость Этой Ракеты Но Карандаш Не сломался Подготовка К пуску Р-12 Шла Круглосуточно Первенец КБ Южное Отправился На испытания Недалеко От старта Может быть Километр Может быть Два километра От старта Значит Там находилось Управление Там весь контроль В этом домике Я сидел На лавочке На каком-то Камне Недалеко А Янгель Стоял на крыльце И курил Одну за другой Сигарет Волнение было Страшное И вот это все Пока ракета Прилетела Это минут 30 Он все Курил И нервничал И нервничал Нервничал Потом Открылась дверь Вышел Офицер Сказал Михаил Кузьмич Квитанция получена Ракета попала Вкол Все Вот тогда он Успокоился И ушел В домик Эта ракета Стала Основой Ракетных войск Стратегического Назначения Это была Первая Наземная Моноблочная Термоядерная Ракета Которая Преодолевала 2080 Километров За время Ее эксплуатации До 1989 года Их создали 2300 экземпляров Через пару лет Ее усовершенствуют И смогут Размещать Обслуживать И стартовать Из шахты Пускового управления Р-12 Встала на вооружение В четырех полках Белоруссии И Латвии А три ракетных блока Разместились На Кубе Именно они Стали причиной Карибского кризиса В 1962 году И поставили мир На грань Ядерной войны Это было Расширение Зон влияния Двух стран СССР И США Поддерживали В странах Третьего мира Освободительные Революции Социалистическую И демократическую Соответственно Перевес был На стороне США Их поддерживали Западная Европа Турция Некоторые страны Африки И Азии Было Очень большое Неравенство Между СССР И СССР В ракетно-ядерных Вооружениях Штаты были Намного впереди США Имели на вооружении Около 6 тысяч боеголовок Тогда как СССР Только 300 Поддержка Кубинской революции И размещение Ракет на острове Позволяла СССР Держать Вашингтон Под прицелом Но этих мощностей Было все равно Недостаточно Началось Началось Бурное развитие Я бы сказал КБ Южного Буквально Через несколько лет Была спроектирована Ракета Р-14 Она уже имела Дальность 4,5 тысячи километров Началась подготовка К проектированию Новой Межконтинентальной Ракеты Которая Могла Облетать 11 тысяч Километров Это была Мечта Никиты Сергеевича Хрущева Достать Какими-то Ракетами До Соединенных Штатов Как вы понимаете Ракетами Средней дальности Мы могли Накрыть Всю Европу Я нагло заявляю Мы Это шутя Конечно Но никак Не могли Достать До Соединенных Штатов Ракету Которая Могла Достать До США В 60-м Году Уже Отправили На Байконур Первое Испытание Окончилось Катастрофой Во время Подготовки К одному Излетных Испытаний Ракеты Р-16 Произошел Несанкционированный Взрыв Погибло Очень много Людей Около 100 Человек В том числе Маршал Ракетных Войск Товарищ Неделин Михаил Кузьмич Янгель После этого Был в очень Тяжелом Психологическом Состоянии Янгель Случайно Остался жив Понимаешь Говорит Я отошел Покурить Стою На краю Площадки И курю И вдруг Вижу Что-то Небо Как-то Ярко Осветилось Смотрю Именно На меня Бегут Горящие Люди Я Говорит Ничего До конца Не осознал Схватил Свой Плащ Габардиновый И стал Набрасывать На Бегущих Горящих Людей Вот это Страшная Была Трагедия В которой Он сам Себя Считал Виноватым Янгель Потому что Он был Техническим Руководителем Испытаний И Которую Он Несколько Лет Тяжело Мучительно Переживал Вторую Р-16 Запустили Через полгода Ракета Упала В полете Из-за потери Устойчивости Но разработчики Убедились Ее можно Запускать С наземной Установки При этом В конце 61-го Года Три Первых Наземных Полка Заступили На боевое Дежурство Следующий Вопрос Который Предстояло Решить Конструкторам Как Заправленную Ракету Можно Длительное Время Хранить В шахте Мы же Довели Сейчас Наши Ракеты Которые Стоят Кстати На вооружении В Российской Федерации Мы их Довели До такого Состояния Что Она Стоит В заправленном Состоянии В шахте Закрытая Полностью Готовая К пуску В течение Одной Минуты Так И стоять Уже может 25 лет И уже Такие ракеты У нас Простоявшие 25 лет Уже пускались Великолепно И сейчас Ведем работы С доведением Этого времени До 30 лет Вот что такое Эксплуатационные Характеристики Таких ракет После Карибского Кризиса Когда СССР Убрал Свои ракеты С острова Свободы Холодная Война Немного Затихла Но О разоружении Страны И не думали Наоборот Союз Бросил Лучшие силы На поиски Идеального Оружия Конструкторское Бюро Совершенствовало Свои разработки В условиях Всесоюзной Конкуренции Появилось Другое Так называем Центральное Конструкторское Бюро в Москве Под руководством Челомея И с этих пор То есть С начала 60-х годов Развернулась Очень жесткая Борьба За приоритет В создании Стратегических Ракет Между КБ Янгелем И КБ Челомеем Ну они шли В какой-то степени Разными путями Но тем не менее Я думаю Что Янгель Выигрывал Эту Конкуренцию У Челомея По многим Техническим Решениям В первую очередь Ракета Помещалась Транспортно-пусковой Контейнер Это позволяло Ее держать В шахте В ампулизированном Состоянии Более того Это позволяло Ее прятать При нанесении Возможного Удара По Советскому Союзу И резко Повышала Боеготовность Ракеты Как продлить Срок хранения Ракеты В шахте Как не допустить Утечки топлива И катастрофы Наверное Не было Научного Института Который Так или иначе В то время Не приложил бы Свои знания К ракетостроению Даже ходил Анекдот Работники Заводов Жалуются Каждый день Они собирают Пылесосы И утюги А в итоге Получается Атомная бомба Это был Колоссальный Труд Всех Конструкторских Проектных И технологических Подразделений ЭКБ Южного И завода Южного Машиностроительного И Значит Институтов Отраслевых Которые Занимались проблемами Герметичности Очень Большую роль Отыграл Институт Электросварки Имени Ипотона Фактически Начиная В 60-х Готов Он стал Создавать Специальные Средства Сварки И закончили В конце Концов Сварку Взрывом Это вообще Уникальное Совершенно Технологическое Приспособление Которого Нигде В мире Не было Еще и нет В руках Этих Людей Была Судьба Мира Ведь Это Были Не просто Амбициозные Проекты Отдельных Ученых Это Была Тонкая Политика От Которой Зависел Исход Холодной Войны И Которой Неофициально Руководил Михаил Янгель Он Определял Какие Нужны Ракеты Советскому Союзу Какие Других Способов Доставки Не было И Именно Он Навязывал Это Руководителям Страны Хрущеву Брежневу А Правительство Уже Имея Это В руках Оно Могло Строить Свою Свою Политику В 69 Году Янгель Возглавил Проектирование Ракеты Которая Определила Дальнейший Ход Холодной Войны Ее Появление В ядерном Арсенале СССР Не давало Больше Шанса США Вести Наступательную Политику У них Стояла Ракета Титан 2 Так вот Они Не смогли Решить Проблему Герметичности И у них Ракета Титан В шахте Текла И они Поэтому Перешли На Твердотопливную Тематику То есть В качестве Топлива Была Избрана Твердая С тех пор У них Это стало Основным Направлением А КБ Южное Шло Очень Долго Еще По линии Только Жидкостных Твердотопливных Ракет Потому что Энергооснащенность Жидкого Топлива Выше Чем Твердого Топлива Впервые И в Советском Союзе И в мире В нашем КБ Была сделана Система Прорыва Американской Противоракетной Обороны ПРО Она была Впервые Установлена На ракете Р-36 8К67 Так Система ЛИС Так называемая Так И таким Образом Американская Безумно Дорого Стоящая Система Противоракетная Оборона Была Сведена К нулю Это тоже Сделала КБ Южной В 1991 Году После подписания Договора О сокращении Вооружений СССР Прямо На глазах У всего мира Распилил На части Ракеты Которые Всего Лишь 15 лет Назад Были Приняты На вооружение В Советском Союзе Их Называли Воевода США Прозвало Их Сатана Это Они Прорвали Про Америки Вы только Представьте себе Что это Такое Одна Ракета Несет На себе 10 Боевых Блоков Эти Каждый Из этих Боевых Блоков Несет Заряд 0,8 Мегатонны 80 Хиросим Один Блок Ракета Ракета Разводит Их На площади 700 Тысяч Квадратных Километров И каждый Блок Попадает В цель С точностью Плюс-минус Полкилометра 10 таких Ракет Могли Накрыть Всю Америку Все Ее Жизненные Важные Пункты Все Промышленные Все Военные Объекты Так Вот Что это За оружие Это было Абсолютное Оружие В то время Оно Оснащалось Сразу Десятью Ядерными Боеголовками К середине 88 Года Их Было 308 Штук Половину Из них Согласно Договору Уничтожили Остальные Одну За одной Перевели В мирное Русло Проект Назвали Днепр Сатана Стал Выводить На орбиту Спутники Оружие Которое Должно Было Нести Смерть Научилось Приносить Деньги Два Самых Больших Достижения Которых Я говорил Это Морской Старт И Перевод Ракеты СС-18 Это Самая На сегодня Мощная Боевая Ракета В мире На сегодня Еще Не у Американцев Но В Российской Федерации Естественно Нет На ее Базе Была Создана Ракетоноситель Совместными Усилиями Днепр В этом Без заслуга Большая Леонида Даниловича Кучмы Вот Потому что Был момент Когда Кооперация Между Соединенными Штатами По Морскому Старту Российской Федерации И Норвегии Которая Платформу Ставила Для Морского Старта Была Затруднена То Целый ряд Решений Таких Координационных Принималось Фактически В кабинете Леонида Даниловича Приезжали Главные Конструктора И Представители Боинга Соединенных Штатов И Находили Все-таки Какой-то Общую Точку Зрения Какой-то Консенсус Для Реализации Проекта Создали Международную Космическую Компанию Космотрас С апреля 1999 По октябрь 2012 Года С космодрома Байконур И пусковой Площадки Ясный Сатана Днепр Осуществил 17 Пусков И запустил В космос 64 космических Аппарата По заказам 15 стран мира О космической Стороне Разработок В институте Не забывали С момента Основания Даже Самая первая Ракета Р-12 Уже проектировалась С двумя целями Летала Она Очень хорошо И на ней Много Всяких Задач Отработалось Как По Мои готовности Так И по Космическим Космическим Всяким Делам Поскольку Она Шла И как Боевая И как Космическая По Выводу На орбиту От первых Космических Спутников Боевая Боевая Находила Очень много Параллельных Решений Которые Позволяло Исследовать Космос На базе Первой Ракеты Р-12 Был создан Носитель Так называемый Ракет Носитель Космос Ракета Р-1 Была Одноступенчатая К ней Добавлялась Вторая Ступень И Специальная Ступень На которой Устанавливался Полезные Нагрузки И все Наши Аппараты Космические Серии Космос Начинались Благодаря Тому Что Эта Ракета Как Боевая Ракета Была Переделана В ракету Носитель Кроме Того В конструкторском Бюро С 1961 Года Начали Создавать Спутники Многофункционального Назначения За Годы Своя Существования Порядка 400 Космических Аппаратов Самого Разного Военного Значения Народно Хозяйственного Я хотел бы Подчеркнуть Научного Было сделано Разработано И запущено В КБ Южном Была Так называемая Программа Интеркосмос В которой Участвовали Все Страны Совета Экономической Взаимопомощи То есть Все страны Народной Демократии Они работали На так называемых АУОС Это Орбитальные Унифицированные Орбитальные Станции Автоматически Унифицированные Орбитальные Станции И Очень Многие Научные Задачи Народнохозяйственных Стран Народной Демократии Решались Благодаря Установке Этой Аппаратуры На этих Станциях Большинство Из них Создавались Для военных Целей Но с Распадом Союза Они тоже Переквалифицировались В метеоспутники Спутники Для исследования Атмосферы И океанов Спутники Связи Специально Производство Было создано На заводе Космическое И Спутники Эти Выпекались Как Блины В печи Причем Была Разработана Универсальная Платформа Этого ни у кого Не было Ни в одной Фирме Таких На эту Универсальную Платформу Со всеми Инфраструктурами Которые Должны Быть заложены Можно было Ставить Любую Специальную Аппаратуру И только Подключать Это Облегчило Производство Это Упростило Задачи И так далее И специальные Носители Были созданы 63 С1 Для этих Спутников 65 С3 На базе Своих Собственных Ракет И при этом При этом В КБ Было Всего 8 тысяч Работников Всех Инженерно-технических Обслуживающих Персонал Всего 8 тысяч К 80-м Годам Стало Понятно Что Финансировать Военные Космические Программы Правительство СССР Уже Не в Состоянии Проекты Сворачивались Южная Ждала Участь Всех Государственных Предприятий С 91-го Года Это Было Очень Очень Сложное Время Для Конструкторского Бюро Южная Поскольку Она Лишилась Вот Огромных Заказов Которые Были Во Время Противостояния СССР США Могу Только Сказать Что Порядка 100 Стратегических Ракет Собиралось За год И Передавалось В войска Это Трудно Себе Представить Какая-то Огромная Нагрузка На 90-й Год Из 21 Самой Передовой Технологии В мире Которые Тогда Насчитывались Порядка 17 И 19 Относились К Ракетной Космической Технике Военные Заказы Прекратились Конструкторскому Бюро И Заводу Южмаш Тогда Пришло Время Вспомнить Своё Легендарное Прошлое Жители Днепропетровска И впрямь Могли Поверить Что Все Эти Годы Техники Если Мы Перед Этим Работали На Оборону И Только На Оборону Практически Только На Оборону То Здесь Значит У нас И Конверсия Пошла Очень Широкая Конверсия Вплоть До Масла Жира Там И Более Чего Там Только Не Было Правда По Транспорту Много Очень Сделали Троллейбусы Трамваи Зерноуборочный Комбайн Там Так Далее Но Главное Конечно Главный Вектор Был Направлен На Международное Сотрудничество Но Переквалифицироваться В автостроительный Было Не Дано Рожденный Летать Не Пополз Слишком Долгий Путь Был Пройден Предприятие С выходом В космос Стало Искать Выход В мир В мир Который Еще Десять Лет Назад Оно Устрашало Своими Ракетами Величайшая Заслуга Конюхова Это Предпоследний Генеральный Конструктор Состоит В том Что он Сохранил КБ Несмотря На то Что Денег Не давало Правительство Он работал В чудовищно Трудных Условиях Он сумел Приспособиться К новой Жизни И найти Какие-то Коммерческие Пути За границей Брал Много Заказов Что-то Делал Здесь Внутри Страны Не Обязательно Делать Ракеты Боевые Это Совсем Не Обязательно Можно Делать Носители Потому Что Спутники Никогда Не Исчезнут Теперь Из Сферы Человеческого Обитания Оставшиеся В живых Баллистические Ракеты Перепрофилировали В покорителей Космоса С них Снимали Боеголовки Вооружали Спутниками И запускали На орбиту Но Отдельной Программой Освоения Космоса Стала Ракета Носитель Зенит-2 Ракета Зенит Которая Выносит На геостационарную Орбиту Почти Две тонны 1800 килограмм В мире Такой ракеты Больше нет Никто Не мог Ее создать Она Полностью Готовится В горизонтальном Положении Подымается Абсолютно Автономный Старт Без Без Единого Человека Ни одного Человека Нет И Выносит Спутники Во времена Существования Советского Союза Зенитом Хотели Выводить На орбиту Многоразовый Корабль Буран Но Буран Совершил Только Один Полет Долгое Время Зенит Выводил На орбиту Спутники Радиотехнической Разведки Целина-2 Экологически Во-первых Чистая Ракета Потому что Первые Ракеты Носители Космоса Интеркосмос Они все-таки Были на Компонентах Агрессивных О которых Я говорил А это Чистых Компонентах Экологических Кроме того Время Подготовки К пуску Там Совершенно Небольшое В конце 90-х годов Южмаш И Южное Заключили Первые Международные Контракты В 1999 Году США Россия Норвегия И Украина Создали Плавучий Космодром Морской Стар Нужно Было Удешевить Запуски И выводить На орбиту Как можно Больше Грузов Оптимальные Условия Для запуска Спутника На экваторе Туда И отправляли Ракету Носитель На плавучем Космодроме Перспектива В том Что Эти пуски 77-й машины Сейчас Сделали Уже Так Можно Пускать Любую Машину Либо С морского Старта Либо С Байконура С морского Старта Нужно Пускать Машину Когда Она Несет Тяжелые Спутники За это Время С морского Старта Совершили 35 Запусков Из которых 31 Успешный Это Полностью Коммерческий Проект Без Привлечения Госфинансирования Боинг Построил Базовый Порт В Лонгбич Норвежский Вклад Стартовая Платформа Одиссей Русские Отвечали За ракетный Сегмент И разгонный Блок Две первых Ступени Это наши Полетное Задание Траектории Разрабатываем Для этих Двух Ступеней Мы То есть КБ Южная Третья Ступень Это Разгонный Блок Разгонный Блок Производства РКК Энергия В РКК Энергия В Москве В Королеве Есть Свои Баллистики Они считают Полетное Задание Для разгонного Блока Есть еще Одно Предприятие Также Московское НПО Имени Лавочкина Они Разрабатывают Разгонный Блок Фрегат С ними Мы Взаимодействуем Опять же Двумя Своими Ступенями При Проектах В интересах Космической Программы Российской Федерации То есть Мы Запускаем Космические Аппараты Производства НПО Лавочкина С Разгонным Блоком НПО Лавочкина Это Уже Наземные Запуски Зенита Они Тоже Коммерческие Грузы До 4 тонн Рациональнее Выводить С Байконура Это Исследование Украинских Специалистов КБ Южное Зенит Обеспечивает Сейчас Можно сказать Уникальную Потрясающую Точность Выведения Все Заказчики Пусковых Услуг Которые Которые Мы По крайней мере Вели Они Всегда Были Очень Довольны Точностью Выведения Международные Проекты В сегодняшней Ситуации Выход Для Украинского Ракетостроения И космонавтики Они Позволяют Распределить Затраты Между Странными Участниками А Украине Реализовывать Свои Возможности Ну Из Международных Проектов Конечно Можно Скать Вот Разработан Был Космический Аппарат Для Египта Египтцар Так Называемый Очень Многое Делается Уже Не в Объеме Целой Ракеты Совсем Недавно В прошлом Году Была Запущена Ракета Вега Европейского Космического Агентства Где На четвертой Ступени Стоял Двигатель Который Разработан КБ Южного Это Настоящее Южного Но Есть И Будущее Эта Ракета Называется Антарес Мы Разрабатываем По сути Американскую Ракету Это Уникальный Пример Сотрудничества И конечно Нужно Было Прожить Вот Скажем Эти 20 лет Уже Работая На рынке Совершенно По-новому Завевав Там Доверие Чтобы Американцы Гордые Самодостаточная Нация Они Заказали Нам Разработку И поставку Производства Эти Ступени Для Американской Ракеты В этом Году Южная Южмаж Ждет еще Один Новый Полигон Бразильский Космический Центр Алкантара Еще в 2003 году Заключил Договор С Украиной Выводить Спутники На орбиту С помощью Ракеты Носителя Циклон 4 Украинская Сторона Должна Построить Ракету И стартовый Стол Строительство Проходит В Бразилии А пуск Назначен На ноябрь 2013 Года Может быть Это будет Началом Новой Истории Для КБ Южная Ракеты Которые С нашего Завода Вышли В конце Концов Это продукт Коллективный Так же Но все равно Это вышедшая С украинского Завода Это украинская Ракета В общем-то Поэтому Мы всегда Где-то Находимся В пятерке Иногда Даже Бываем Третьи Четвертые Значит Это Очень серьезный Показатель Основной Партнер Украины Сегодня США Некогда Злейший Враг Благодаря Которому 40 лет Украинское Конструкторское Бюро Вышло Победителем В Холодной Войне Когда-то Противостояние Помогло Украинским Ракетам Прославиться На весь Мир Сегодня Слово За сотрудничеством У Южмаша И Южного Опять Стоит Пусть Уже Не государственная Но привычная Ему Задача Собраться С мощностями И вывести Себя На орбиту Международной Космонавтики Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова